В России ведут курортный сбор, доходы от которого будут направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны. Разработать соответствующие изменения в законодательстве правительству поручил президент. Максимальный размер такого сбора не может превышать 5% от размера минимальной оплаты труда. По предложению Минфина, сбор может составить от 100 до 150 рублей, хотя в правительстве Крыма полагают, что за въезд на полуостров нужно будет заплатить 300 рублей. Эта плата будет взиматься с отдыхающих только на Алтае, на Кавказских минеральных водах, Краснодарском крае и Крыму. Необходимые поправки к законопроекту должны вступить в силу с 1 марта будущего года. Сама идея курортного сбора не нова в России. Он уже существовал с начала 90-х до середины 2000-х годов. Кроме того, так называемый «сити-такс» действует во многих странах. Как считают эксперты, в нашем государстве с учетом дефицита бюджета на развитие туристической сферы, введение курортного сбора неизбежно, так как другого способа сохранять и развивать инфраструктуру в зонах отдыха пока не существует. Субъекты России предлагается разделить на три категории, исходя из их долговой устойчивости. С такой инициативой выступает Минфин. По словам заместителя главы ведомства Сергея Старчака, каждая группа будет иметь свою степень свободы с точки зрения формирования заемной политики. Новая система основана на трех параметрах. Долгу по отношению к доходам, срокам погашения задолженности и доли погашения долга в расходах. Согласно новой методике, которая может вступить в силу уже с 2019 года, регионы будут разделены на группы по алфавитному принципу А, Б, С. Первая будет иметь максимальную гибкость при формировании политики займов, а группа С, напротив, получит специальные программы восстановления долговой устойчивости. Правительство пока не обсуждает идеи отмены пенсии для работающих пенсионеров, зарплата которых превышает полмиллиона рублей в год. В месяц получается около 41 700 рублей. Пока Камин дискутирует на тему общей сбалансированности системы. Так ответила вице-премьер Ольга Голодец с представителем СМИ на вопрос о появившейся информации о прекращении выплат этой категории граждан. Правительство точно решило на будущий год полностью проиндексировать пенсии всем пенсионерам. Социальные выплаты всем, кому они полагаются, кроме семей, претендующих на материнский капитал, заверила зампредправительство. Законопроект об отмене пенсии работающим пенсионерам существует уже несколько лет, добавила Голодец, но для того, чтобы правительство приступило к его обсуждению, ему нужно сначала определиться с основными параметрами зарплат и пенсий. В России протестировали самый быстрый мобильный интернет в мире. Один из операторов большой тройки совместно с Nokia продемонстрировали на международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде работу сети нового поколения 5G. Технология, как поясняют эксперты, позволяет значительно сократить время ожидания отклика сетей и экономит энергоресурсоустройств. Предполагается, что 5G появится в России не раньше второй половины 2018 года. Кстати, в день премьеры сети нового поколения в Ставрополь обсуждали, как работает мобильный интернет 3 и 4G в краевом центре. Аналитик агентства Telecom Daily озвучил результаты исследования представителям сотовых операторов и журналистам. Для этого использовалась стандартная методика, разработанная, утвержденная в Минкомсвязи. Это измерительный комплекс «Тенс Инвестигейшн», к которому подключаются 3G-модемы и 4G-смартфоны, которые с точки зрения железа такие же, как и устройства у абонентов. И специальное программное обеспечение собирает большое количество статистики в процессе объезда автомобиля, на котором установлен этот комплекс. Как оказалось, в краевом центре большинство абонентов пользуются мобильным интернетом по технологии 3G. Ей отдано 50%. В том числе это связано с тем, что телефоны пользователей не поддерживают работу в сети 4G, отметил эксперт. Аппараты устаревают, а возможность менять их через 1-2 года есть не у всех. Но специалисты уверяют, что с 2017 года ситуация изменится. Телефоны выработают свой ресурс, а в моделях нового поколения, даже не очень дорогих, функция LTE будет в базовом наборе. Пока же в сетях третьего поколения лучшую скорость обеспечивает Beeline. Далее за ней идет мегафон, а замыкает тройку МТС. Для абонента важнее даже не максимальная скорость, потому что 20 мегабит уже достаточно для практически любых задач. То есть важнее именно стабильность скорости распределения значений по городу, чтобы он мог гарантированно, куда бы он ни пришел, получить какую-то комфортную, приемлемую скорость для себя. В целом же эксперт оценил качество мобильного интернета в Ставрополе как хорошее. В нашем городе по сравнению даже с Москвой показатели лучше. Представители Beeline и Megafon, присутствовавшие на встрече, отметили, что с результатами замеров Telecom Daily они в принципе согласны. Мы периодически драйв-тесты проводим в населенных пунктах края. Поэтому картина близка к реальной. Понятно, что нужно развивать сети, строиться, потому что на этом останавливаться нельзя. Время требует других скоростей. Для этого Beeline ведет работу по модернизации сети в Ставропольском крае. Проект рассчитан на два года и охватит более 60 населенных пунктов. В результате люди, которые сейчас обделены возможностью воспользоваться услугой 4G, в ближайшее время даже в отдаленных уголках нашего края получат такой ресурс. Представитель Megafon тоже поделился планами по расширению сети LTE в регионе. На следующий год у нас уже есть утвержденная программа по запуску сети LTE в городах Невиномыск, Иссентуки, Железноводск, Георгиевск, Буденовск. Так что мы двигаемся в этом направлении, развиваем все эти LTE. Операторы Большой Тройки на Ставрополе в целом не отстают друг от друга. Какие-то из своих планов они уже реализовали, а какие-то еще в разработке. Ну а нам, пользователям сотовой сети, остается подождать немного, чтобы оценить работу новых мобильных скоростей. Илона Кривокора, Марина Кулешова, Константин Шилятин, Ставропольское телевидение. Новый туристический маршрут «Великий шелковый путь», в котором туристы за 7 дней познакомятся с географическим, культурным и кулинарным разнообразием Северного Кавказа, стартовал на этой неделе. Участником первого автобусного круиза стали представители посольства Китая в России, авиакомпании Hainan Airlines и журналисты. В ходе путешествия гости посетят один из древнейших городов России – Дербент, мечеть сердца Чечни в Грозном, древние монастыри в Северной Осетии, а также увидят старинные средневековые башенные города Ингушетии. Поднимутся на Эльбрус по канатной дороге, осмотрят достопримечательности городов-курортов Кавминвод и побывают на медовых водопадах в Карачаево-Черкесии. Ожидается, что по результатам поездки будет подписан ряд соглашений между органами исполнительной власти субъектов СКФО и российскими и китайскими туроператорами. И о курсе валют на сегодня. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком России на 28 сентября – 63,69 рубля. Доллар подешевел на 46 копеек. Евровалюта потеряла 42 копейки. Один евро стоит 71 рубль 64 копейки. Это все новости экономики на сегодня. В студии была Марина Кулешова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин